Всем привет! И сегодня я хотел бы вам показать, как из вот такой вот доски дубовой получается вот такая вот красивейшая дубовая столешница. Для начала доска торцуется на торцовочной пиле с протяжкой с небольшим припуском в 1-2 см, после чего идет напиливание доски по ширине. После того, как доска уже запилена по ширине и по длине, ее ждут две операции строгания. В данный момент вы можете наблюдать, как идет выравнивание двух базовых плоскостей для дальнейшей калибровки в рейсмусовом станке. Доска калибруется по толщине, она выходит в 40 мм, и также дополнительно калибруется вторая кромка, убирается с пил, то есть доска калибруется по ширине. Далее уже откалиброванные по ширине и толщине доски раскладываются специальным образом, чтобы годичные кольца соответствовали друг другу, и размечаются под ламельный фрезер. Соответственно, вот на данных кадрах вы можете наблюдать, как идет так называемое заламеливание столешницы. На этих кадрах уже происходит непосредственно заклейка столешницы через вышеупомянутые ламели на полиуретановый клей. И вот таким образом выглядит уже заклеенная столешница. После того, как клей высох, столешница снимается со струбцин и выравнивается с двух сторон при помощи болгарки. Получившийся мебельный щит запиливается по длине и ширине в нужный нам размер на форматно-раскроечном станке. Небольшие сучки и трещины на нижней стороне столешницы закидываются шпаклевкой. Лицевая сторона столешницы после продувки воздухом под давлением заливается эпоксидной смолой для столешницы. После застывания эпоксидной смолы производится шлифовка при помощи болгарки и машинки. Также с лицевой стороны производится финишная доводка столешницы, а именно шпаклевание уже качественной двухкомпонентной шпаклевкой. Заполняются все оставшиеся микроскопические трещинки, сучки, глазки и так далее. Теперь это уже не мебельный щит, это практически готовая столешница. Она отшкурена с двух сторон, запилена в нужный нам размер и наконец-то ее можно покрыть лаком. Наконец-то изделие готово. После двух слоев лака полностью готовую столешницу остается только прикрутить на свое подстолье. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.